Пойдем, пойдем. Холодно, конечно. Очень холодно. Очень-очень холодно. Дубачок прям. Холодрыга капец. Дети в куртках, штанах в куртках. Ничего. Ничего нету у нас на завтрак. Всем привет. Мы проводили детей в школу. И счастливы. И счастливы, да. Счастья у нас аж 10 штук сейчас нас ждет. Утренний квест пройден. Часть квеста, да. Ну так, хотя бы чуть-чуть. Они хотя бы перекусили. Не прекращается. После появления щитков у нас квест целый день не прекращается. Мне вчера плакать хотелось. Просто вообще звездец какой-то, ребята. Вот иногда прям плакать хочется. Элементарно вот куда-то хочется выйти. Вот у нас вот 4 года, друзья, у нас 4 года каналу, влоговому, 4 года ежедневных видео. Вот так даже. Каждый день 4 года, друзья, у нас выходит видео. И мне так хочется поехать к сушильню свою, поесть сушильню. Сань, зачем бы нам сейчас вот не поехать? Мы вдвоем просто как-то вот чуть-чуть хотя бы чисто вот так, чисто просто отпраздновать. Оно закрыто сейчас. А, тоже верно. 7.30 сушильня. И мы тут со своим. О, ситуты его работает, поэтому сейчас пробка будет стоять. Ну, такой рань ты, судыши, блядь, ты сейчас не оставишь так надолго. Раньше нам через дорогу раз и все, а теперь... Да, да, и раньше ты заметил, да, когда он был через дорогу, ну, не так уж прям часто мы там бывали, а сейчас там хочется. Ну, все равно чистенько ездили. Ну, ездили, да, ездили, да, сейчас. У нас тут есть одна заведенька, которая в 7 утра открывается. Какая? А, мы там с ребятами сидели еще. А, кстати, а мы там не ели, мы же поедем, поедем, заедем. У нас там что, там все заперты, покормлены? Ну, они заперты, конечно, но их надо нормально сейчас покормить. Ну, давай, пока они спят, я заходила, не спали. Мама, как на растерзание в эту клетку, забыли, милая. Давай, поехали, поедем в эту штуку, посмотрим, что там, давай, Лин. Заходи, Миланья. Как они залетели на нее, господи, ну, боже, милая, крепись, крепись. Как, знаете, как саранча на нее нарисовалась. Короче, у нас просто и без того в семье 7 человек, и плюс 10 это сильно заметно. Человек 7, четверо животных и плюс еще 10, это что, 14, что ли? Ну да. У нас 14, поголодно. 14 душ, вот так. 14, поехали, короче, в эту кафешку. Подожди, а покормить надо их нормально сейчас? Нет, их сейчас пока не спят, пока им сейчас хватит, но мы же не на дому, нам 20 минут, нам 5 минут до этой кафушки поехали. А у тебя есть с собой спортмены? Нет, нету. Нет, а как мы будем рассчитываться? А у телефонов не могу, а ты уверен? В долг попросим, покажем наши изнеможденные лица. Там сейчас такая фигня, а лучше, может, потом суши поведем. Нет, ну суши это потом давай. Завтрак, у нас ничего нет на завтрак вообще, я не готовлю ничего. Мы голодаем по мне, видно, у всех. Нет, я вчера, кстати, котлетки приготовила, и Маша вчера с такой радостью накинулась на них, так жадно их ела. Как шинки на мило. Мама говорит, так вкусно. Я еще самого начала сказал, когда мы спали с ними там в одном загоне, это вообще жесть. Возможно, возможно, это пускай, что мы сильно заморочились. Но мы реально сильно заморачиваем. Вы знаете, когда люди приходят смотреть щенков, выбирать, первое, что они говорят, ребята, они этому удивляются очень приятно, удивлены, что вы так уделяете. Ну, может, это просто вежливость, обыкновенная, конечно, но они так удивлены вот этим вот, как чисто, как мы уделяем много внимания. На самом деле у нас есть две опции. Первая, это сделать загон во дворе и их как бы там оставлять. Папа вчера вечером при кормежке сказал, нафиг, Лена, в гараж, все, в гараж. У нас есть гараж, он очень большой. Холодно, ребята, сколько у нас сейчас? В гараже вообще не холодно ни на грамм, там очень тепло, но не в этом дело. Дело в том, что там просто... Спать лучше будут, когда низкая температура, лучше светить. Смотри, в гараже не холодно вообще, в гараже как бы он полностью закрыт, и там ничего не холодно. Я это не хочу в это зависеть. Не, ну поехали, 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 ну не захочешь, завернемся. Ну ладно, ну давай, ладно. Ты, кстати, хорошо вспомнил о нем. Там, кстати, очень неплохой кофе, я вот так могу сказать. Отлично, тем более я не пью ничего не кофе. Нет, это показать для того, что, возможно, там что-нибудь делают и такое. Сейчас что-нибудь спросим. Ну ладно, что-нибудь поедим, да. Ты ничего не ешь, поэтому, конечно, тебе в такое заведение ездить. Ну как, не половина, а 90% продуктов. Я ела, как раз, самый обыкновенный, самый простой продукт. Ну тогда попросил тебе просто и дали, скажу, полотвенечки и все. Так что, друзья, 4 года ежедневных видео. Но это правда было, когда у нас первое видео выложено в ноябре, по-моему, с 17-го. И вы не забывайте, что помимо основных видео, она монтирует еще новогодние видео. У меня сейчас нет времени, да, ни на что. Отчет за год, да, то есть она делает эти, которые потом смотрите, там, часовые или двухчасовые видео. Да-да-да, это на Новый год у меня выйдет, дня 4 будет идти, да. Это колоссально, как бы, тяжелый труд, потому что надо перелопатить все видосы. То есть они большие, они очень большие, как бы, ну, колоссально большие. Это у нас гольф-кары доедут. Сейчас просто очень много, действительно, у меня в монтаже, поэтому я почему не готовлю, почему ничего не делаю, особо ничего не снимаю, кроме собак. Я, моя локация в основном только на кухне, в этой псарне. Поэтому, поэтому, съемки в основном там, вот, и так, в общем-то, да, друзья. Но у нас фишечка канала, пунктик такой, самый главный, видео должно выходить каждый день, без исключения, праздник, выходной, что там, да, вообще не важно, что, обязательно видео выходят каждый день, без исключения. Вот такая вот фишечка нашего канала. Говорю, Форд Уотердейл даже по-либо. Да, и когда я, знаете, вижу в Ютубе какие-то, как называется, когда, а, неделя влогов. Я так, ха-ха-ха-ха, думаю, сколько у нас недель влогов, да, уже, если посчитать за 4 года, сколько это недель. Жесть, ребят, это очень, это очень. И люди там, неделя влогов, я думаю, камон, да, у нас вот так вот каждый день, да. Ну, мы этому очень рады, и вы пишете всегда нам спасибо огромное за видео каждый день, как сериал у нас выходит, как реально, как сериал. И, ребята, спасибо большое, столько от вас комментариев именно в эту тему, что спасибо, ребята, что видео у вас каждый день выходит. Кто-то традиционно за завтраком, кто-то традиционно за ужином, кто-то традиционно во время каких-то домашних дел, там, или за рулем, там, или еще что-то. И вы каждый раз пишете спасибо огромное каждый день в одно и то же время. Ничего не меняется, единственное, когда у нас время переводится, тогда видео раз там на час куда-то сдвигаются. У кого-то в каких-то странах, у кого-то ничего не меняется. То есть, когда у нас время переводится два раза в год, надеюсь, это будет еще дальше переводиться, да? И все каждый раз вроде обещают. Ну, не то, что обещают, какие-то такие слухи ходят, что вроде как последний раз. Но это, знаете, шли годы. Каждый раз оно все равно переводится. Вообще все это происходит благодаря вам, потому что вам это интересно. Если бы вам не было это интересно, мы бы, конечно же, не существовали, не было бы этого канала. Только потому что вам это интересно, и вы нас как бы подбадриваете этим, как воодушевляете, вдохновляете на съемку каждый день, монтаж каждый день. И, ребята, спасибо, ребята, огромное вам за это. Спасибо. Мы вместе, друзья, мы вместе, как всегда. Ну, просто, да. Да, все, сейчас поехали отметим это дело нашим. Завтраком я вся в еде в какой-то, в детях. Да, мы сейчас в центре нашего городка, наш даунтаун, где мы живем. Сейчас покажу, в очередной раз вам покажу. Здесь очень мило, красиво. Итак, друзья, мы внутри нашего города, видите, не только мы. Господи, а я все так одеты, и что-то даже так непривычно. Вы видели? Папа даже наш как одет, видели? А он каждый раз кричит, когда погода хорошая. Да здесь не бывает холодно, да здесь всегда, круглый год в шортах и в штанах. Вот это классно, да, тачка большая. Ну, это тягач, это этот шестиколесный. Шести, правильно? Шести, да, это тягач, когда тянет кого-то. Такая машина, конечно, ни в один гараж не влезет. Так, вот видите, не только мы одни. Вон, кто-то на велосипедах, маленькие кафешечки. Посмотрите, как мило по-европейски у нас здесь выглядит все. А вот человек не в школе почему-то. А он едет на автобус. Нет, это ребенок из средней школы едет на автобус. Да, у них автобус сейчас после нас останавливается. У вас сейчас посмотрите, как хорошо, мило, симпатично. Вот единственное заведение, которое открыто в 7 утра у нас здесь. Больше ничего у нас не открыто в 7 утра. И посмотрите, уже украшается Крисмос. Столбики, веночки где-то висят. Церковь наша. У нас, кстати, церковь приходили, приносили рекламку. Какие мероприятия там проводятся для детей, рождественские, да-да-да. И у нас есть программка, когда там что, во сколько, по каким дням для детей, для взрослых. Так, я заказала вот такой вот с шоколадом. Круассанчик с шоколадом. Круассанчик с шоколадом. Ух ты! Так, я на десертик заказал. А с чем это делает, подожди? Это куда? Пицца, что это? Круассанчик, что это? А, вон, смотри, всякие наггетсы. Так, друзья, а может, мы с тобой вот здесь садим, вов? Давай здесь садим. Слушайте, как, когда без детей? Нет, я на улице, знаешь, как-то не хочу. А вот в пижамках, как сидите. А вот в пижамках, как сидите. И все, то мне кричали каждый раз в комментариях, ужас, как можно в пижамах подить. Фухи. Окей, окей, окей. Так, у нас есть с нами, смотрите, ой, это хорошо, это очень важный для меня. Три панкейки. Где, это внизу? О, офеньки. Так, это мне этот самый, проросан положили. Так, и так, смотрим breakfast. Что у нас? Где-то панкейки? А, вот. Вот такое вот, друзья, меню, если кому-то интересно, я вот так вот проведу. Покажу. Так, я буду, короче, генедикт. Ты, как всегда, свечи, генедикт. Генедикт. А, еще, смотри. А, это кофе. Там кофе, да. И чай. И айс-крем есть. Ты должна искремить. Ты будешь в Апли? Да, нет, я буду панкейки. Панкейки, да? Сейчас сделаю, да? Ага, красанчики выпекаем. Так, я уже выбрала, я буду панкейки. Мы сели на улице. Очень изяблено. Лампочки, как у нас. Лампочки, как у нас. Сейчас покажу, как тут на улице. Носятся все на гольфкарах. Лампочки, как у нас, смотрите. Самых человек. Ага. Да, ну это такой большой гольфкар на 6, по-моему, человек, да? Здесь такой фонтанчик у нас. Церковь наша красивая. Там тоже будет все рождение. Так прикольно. На крест попадает солнце, когда закат, и когда рассвет, и он всегда золотым светит. Да, да. Как будто очень красиво. Очень красиво, да? Классно. На улице, конечно, зябко, в основном народ сидит весь внутри. Возможно, мы сейчас тоже туда телепортируемся. Как-то слишком холодно. У меня холодная кока-колка, мой круассан, и ждем панкейки. Пойдем внутрь, а что-то как-то совсем дубочок прям. Пойдем. Не, пойдем отсюда. Пошли, пошли, пошли. Давай, обратно. У меня просто горячий борт. Давай. Так, нам все принесли. У Лавчика, картошечка, яйца-бинетик, да? Стоит ли? Яйца-бинетик. И у меня две порции вот таких вот. Оладушек, да. И очень вкусный круассан с шоколадом. Прям очень вкусный. Ребята, вот прям вот ради него уже стоит приходить сюда. Остальное сейчас попробуем. Так, все, друзья, мы поели. Мы едем домой, поели отвратительно. Кроме круассана было все ужасно. Не, яичница, манишница. Да, еще ничего было, да. Да, так все, мы, в принципе, поели. Все, мы едем домой, нас дети заждались. Просто заждались. Отвратительно. Хуже я не ела никогда. Ну, что иметь. И готовили их, такое впечатление, что они реально сначала 40 минут, ребята, взращивали овес там или что там, пшеницу. Я думала, мне польют шоколадом. Волг, тебе с шоколадом еще? Без воспоминаний сегодняшнего завтра. Ладно, короче, все, ну ему нафиг, ладно, ну мы поедем. Вообще, удивительно, нету в округе ни одного нормального, ни кафе, ни ресторана такого. Ну, я имею в виду, вот здесь вот у нас здесь. Это просто беда бедовая. Придется дома готовить. Это да, это прямо, я не знаю, как, ну. Ладно, будем считать, что мы не отметили сегодня 4 года ежедневных влогов. Мне придется отмечать где-нибудь еще в моей любимой Фуджи, с моими любимыми сушами, когда-нибудь. Но пока ближайший месяц даже точно не рассматриваем. У нас никуда не выйти. Я часто боюсь домой заходить. Вот мне сейчас реально к дому страшно подходить, просто страшно. Они уже наверняка съели весь забор. Съели все салфетки. Все салфетки засрали, застали все. Я морально к этому готовлю. Если бы у меня сейчас был шикарный завтрак, я бы еще как-то, знаете, спокойно себя чувствовала. Но поскольку было все отвратительно и все ужасно, мне сейчас еще хуже на душе. И снова хочется плакать. И так по кругу хочется все время плакать. Плакать и плакать и плакать. Это истерический смех, друзья. Не обращайте внимания. Снова хочется плакать. Ладно, поехали плакать. Мои маленькие котлетки, мои маленькие пончики. Не так ужасно, как было в 5 утра. Ой, мои пончики. Смотри, Ваф, они уже орали. Они сгрузились здесь, у входа. И они уже поорали, попищали, поскучали. Да, мои маленькие, мои зейчики, мои котлетки. Так, Лен, ты тут влюбился. Большая уборка. Большая уборка, да, и большая кормежка. Потому что все страшно, голодать. Я не делала, да? Еще мать ходит тут рядом, выменем трясет. Слушай, я одна. Видите, видите как. Надо загончик. Давай я сейчас загончик сделаю отдельно. И тут помыть, да? Да. Давай. Там у нас секции сколько-то осталось. Если хотя бы четыре есть, то уже хватит, да? Да, конечно. Посмотри там в гараже. У нас вот этот от этого забора еще секции есть. Я брала такой. Его можно прям очень большой взять. Прям на весь двор поставить вместо обычного забора. Это нормально будет. Да, ну вот я для кухни брала. Вы же, мои слятки. Сейчас будем кушать. Вот мои слятки будем кушать. Мои видите, какое жалкое зрелище. Детки в клетке, жалкое зрелище. Да, да, мои сладенькие. Ой, вы мои слятки. Сейчас кушать будем. Сейчас папа несет забор, будем кушать. Ой, мои слятки. Скоро они съедят эту клетку. Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Я не могу. Вообще животные не должны быть нигде. Ребята, я еще камеру поздно включила. Тут столько возмущений. Столько возмущений. Ничего себе, блин. Блин, сразу. Надо было сначала людей как-то обживать. Идем там стареют. У нас старости лет, заводьте животные. Я же говорю, ловчика, это к тебе вопросы, к тебе. Я говорю, кот кастрированный. Самое лучшее домашнее животное. У нас все, что делаешь, это самое лучшее. Это, что делаю я, это самое полное. Это твоя идея была. Так как бы обычные помыслики. Вот это была твоя идея, папа. Наслаждайся. Это счастье, папа. Это счастье. Нет здесь никакого счастья. Сейчас папа, смотрите, сделает загон. Покормим, уберем. И они будут самые любимые, самые родные. Самые сладкие. Все мысли отричать будут, да. Так кто-то срет. Зашивись. Подожди, папа. Так, загончик готов. Папа, крепись, крепись. Если я еще жива, то ты должен тоже еще дышать. Но им тут мало, конечно, места. Но сойдет, ладно. Уже просто бюджет маленькой страны. Я уже мог еще две машины купить на все на это, блин. Да, ребята. Этот щенок, каждый из этих щенков должен стоить десятку долларов. Тысяч точно. Вот не меньше вообще. Сколько нервов, сколько денег. Это звездят. Вот что хорошо, места там, конечно, столько же, сколько здесь. Но они отсюда вылезают просто вот вообще. Они вылезают. Выпрыгивают просто уже. Поэтому, да, давай сюда. Как разогон для этого. Да, ну давай какой-нибудь пелен. Ну им пеленка не нужна, господи. Так, сейчас дети кормить вас будут. Сейчас мои дети. Дети, дети, мои дети, мои дети. Так, все, кушаем. Папа, открывать просто дверцу вот эту вот. И туда, и пусть забегают. А там калиточка, да, тоже есть, да? Да, давайте. Пацаны. Открывай дверцу, папа. Побежали. Побежали. Пацаны, бегом. Пей, пей. Они еще не знают. О, да. Ай, молодец. Самый шустрый. Нет, вот это, я смотрю, самый умный тут стоит. Пойдем, пойдем, красотуля, пойдем. Да, милаша, смотри. Смотри, дети твои на свободу вырвались. Папа, не успеешь. Давай, папа, успеваем, успеваем, папа. Успеваем, успеваем. Здесь они периодически едят. Так, папа, скорее, под Милку уже один спрятался. Не могу, будь. Иди, это не изданчик. Иди, это не изданчик. Папа, всех любит страшно. А что, да закрыто, что ли? Стойте. Мне, что ли, как хочется плачать? Открой, пожалуйста. Тебе только что плачать. Да. Потому что я устала за говно. Выходим, выходим на выход, ребятки, на выход. Все, детки все в клетке. Все, все, все. Ну что, пойдемте по две штуки. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, друзья. Есть, есть, особенно с утра тоже есть, точно есть. За салфетками планируем, сгонять нам надо. Так, ну что, папа навел порядок, я покормила, сейчас уберу все это. И это последние. И это последние, кто поели. Эти, кто ел раньше, уже спать. Да, писать. Час, что там возникает, вот сюда можно пока заходить. И там хотя бы немножко там пописать. Там просто. Да, кто-то возмущается. Пошли писать. Пошли писать. Да, те уже штабелями, все. Давайте, писайте. Сейчас, сейчас. Кто барагозит, пошли писать. Пойдем писать. Пространства не хватает, как ты говоришь. Пространства не хватает, да, чтобы пройтись, разогнаться и сесть писать. Просечка, котя мой идеальный. Нам сказали, что он очень большой. Очень большой, тяжелый. Когда его кастрировали, сказали, он должен весить в этом возрасте 6, а он весит 10. Короче, он слишком большой. Он у нас реально какой-то огромный стал. Так повзрослел мой мальчик. Такая ляля была с приходом щенков. Такой взрослый стал. Ваня меньше, да. Да, папа намылся шваброй. Красота. Так, у нас тут игрульки. Мамандия, вы что пришли тут? В именем потрясти? Подразнить? Мамандия? Давай, нагуливай молочко. У нее там почти уже ничего нет. Так, на закусончик. Ну что, дети? Ну, в этих просто можно запускать, а не спать уже. Они уже все спят. Куча мала. Если бы не ошейники, и непонятно вообще, что это за масса такая. Масса коричневая. Не сладкие такие мои. Такие огромные стали. Господи-то, а. Вы когда успели? Вы когда выросли? Вы когда выросли? Мои маленькие, вы когда выросли-то? Так, все, папуль. Запускаем. Переворачиваем ящик. Все сейчас выкатятся оттуда. Ящик можно смело перевернуть, и все. Эти все скукожились. Доллар скукожился. Мы вот этого называем баксом зеленого. Ну давай, Вов, давай. Они сейчас опять проснутся. Им сейчас хватит пять минут выспаться, и все. Потом движуха начнется. Так, гай. Опять будут орать. Ходить орать. Выходим, выходим. Выходим. Свобода, свобода, свобода. Так много, так мало. Ты нам подсказала. На выход, на выход. Какого ты рода. Мама, мама пришла. Мама сейчас бросит. Не целься. Так, ну что, давай, пап, давай. Всех остальных давай. На выход все. Так, этот загончик пусть тут стоит. Он нам будет нужен периодически, да. Да, пусть прям так и стоит с салфеточкой. Отлично. Мама, не дразните, а, детей. Вишь, они вцепляются, она отходит. Вцепляются, она отходит. Видишь, что делать? Все, Вов, давай, давай. Что встали? Давай, забираем их отсюда. Так, котлетки мои на подзарядке. Ребят, сейчас вот этой шваброй намыла вот всю кухню. Вот сюда уже дошла. Очень она мне нравится. Вовка хоть ругается на нее, но, тем не менее, пользуется ей постоянно. Она во все стороны крутится, видите, вот удобно в какой-нибудь угол залезть, под какую-нибудь, знаете, что еще вот удобно, я не говорила, под какую-нибудь кровать удобно залезть, куда не каждая, не каждый пылесос войдет, не каждая швабра. Она очень, видите, вот так вот, вот, вообще очень узенько. Папа, про швабры рассказываю. Про швабры в очередной раз рассказываю. Видите, вот так раз и под кроватью пум-пум-пум помыл. это так удобно, я вот сейчас вот прошлась я говорю, Вовчик, ты хоть и ругаешь швабру, а пользуешься ей все равно она реально, она удобная больше нечего у нас, все швабры мира уже у нас есть она реально прям, смотрите, какая удобная, видите вот так засунула под кровать и вот так вот что-нибудь, допустим вот так вот, вот так что-нибудь раз-раз-раз собрал что-нибудь, вообще мне прям очень нравится, почему я раньше ее не покупала я не знаю, вот так собака у меня попила, все водой залила, пум-пум-пум вытер и очень вкусно пахнет вот эти салфетки, я вот не знаю, в Костка они продаются в больших количествах, вот эти салфетки, или только в обычных магазинах скорее всего нет, там, по-моему, только сухие продаются Салфетки он 비� palavra см�로 где со месяц Субтитры делал DimaTorzok Нечего, придется готовить Одна или обе загорится Одна и все, их путаю, блин Вот это, две Да, все, ага, все понятно Итак, поскольку тут есть нечего, придется готовить, друзья Будем готовить с вами плов Я нарезала одна луковица здесь И две худосочные морковочки, нарезанные вот а-ля соломкой Так, обжариваем И буду плов на этот раз делать не с курицей, как я обычно делаю, а со свининой Это единственное мясо, которое у меня есть нарезанное, готовое в заготовке Что-то у меня, камера была не настроена Вот так, вот так четко видно Так, итак, плов у нас будет с вами со свининкой Что мы сюда добавим? Добавим какие-нибудь специи Саму свининку, соль Чесночок надо добавить Что еще-то сюда добавить Можно, конечно, чего-нибудь еще У меня ланчилось, но я прибраю Надо в костках Надо в костках Надо за пеленками, надо в костках И надо здесь все помыть и прососить Попозже Нет уж Срач любит, когда откладывают на потом Дабы он любит очень сильно размножаться Поэтому мы не дадим Не позволим Пусть лежит, напоминает мне, что надо еще такой купить Так, свининка у меня Вот такие вот кусочки Филе в заморозке Кусочки небольшие Это филе И самый раз на эту сковородочку плова Самый раз добавим чесночка Сюда нормально так добавим чесночка Все-таки свининка, горядина у меня нет Что еще добавим-то я так и не решила Ну, соль понятная Вот это новенькая Так, ну и что-нибудь еще можно Ну, вот эту добавим Как всегда Обжариваем все это Не очень сильно Так, поджарили зажарочку Так скажем, зажарочка Бросаем сюда свининку Сюда добавляем чесночок Нормально так добавляем свининку Чесночок Так, немножечко посолим Овощи тоже, чтобы были соленые И добавим вот эту вот специи Можно сюда специи для плова добавить Конечно, мы сейчас, наверное, так и сделаем Немножечко Найду Так, что у нас тут есть для плова Я немножко тех И немножко Гречка Что-то у меня для плова Гречка У меня что, нету открытой, что ли, приправки какой-нибудь? О, шикарно И вот эту немножко добавим Так, добавили Все это размешиваем Я мясо с курицей я так не делаю А вот с мясом сейчас сделаю Сейчас мы это с вами все размешаем Добавим водички И накроем крышечкой И пусть это все протушится И пропитается овощными Овощами Овощи мясом пропитаются Мясо овощами пропитается В общем, все, как говорят, попереженить Поперемешать И все это Убавим немножечко огонь И пусть оно постоит протушиться С этим, с чесночком Чтобы мясо С курицей я так не делала Хотя тоже можно, конечно Ну, курица сама по себе и так нежная Но чтобы было и мяско нежное Так, у меня чеснок-то там промешался Вообще нет Ну, чтобы вот мясо тоже было нежненькое Его, пожалуй, немножечко Минут на 20, наверное, оставим протушиться Вот так вот А потом уже добавим рис И еще на 20 минут И будет готово Так, теперь надо крышку найти Так, крышечка найдена Огонь убавляем И оставляем Итак, ребятки У нас протушилось мяско Протушились овощи И все Засыпаем рисом Рис обыкновенный Круглозерный Рио-рико Рико Рико, по-моему Засыпаем Добавляем водички Немножко солим рис сверху И забываем Минут на 22-23 минутки примерно 20 мало, 25 много Для этого риса я имею ввиду Поехали Выливаем рис Накрываем Топим водичкой рис Немножко солим Закрываем И скоро будет готово Сейчас закипит Я прибавила Закипит Убавим Ждем Итак, друзья Плов готов Давай Лиза сейчас На Лизе будем Испробовать Я уже размешала Я уже все выключила Все готово Давай, садись кушай Так, ну что Я сейчас буду кормить собак Горячий лист Только подожди Я сейчас буду кормить собак Я хотела в магазин съездить Ты успеешь в магазин Я детей заберу Ты заберешь? Алло Все нормально Все нормально Я иногда забыла Какой день Это все Я тоже забываю У меня Они одинаковые Мне вообще пофиг Какой день Котлеты Смотрите как Мне? Мои зайки Окей, давай Ты попробуешь? Скажешь? Вкусно? Нет? Горячий, да Так, ну что Ладно Сейчас собаки проснутся Покормлю И возможно Я успею в магазин съездить Смотрите Я тут сейчас поменяла Маша сейчас зайдет Плох поезд А, ты не будешь? Я буду А, больше Маша меня ждет Чтобы мы пошли А, отлично Я плов Супер Все Ну почему мимо? Блин Ну серьезно Ну камон Блин Блин, ну почему Мимо Я только вот говорю Я только вот Смотри как вообще не видно Их не видно Причем смотри Везде есть где помягче Все чистенькое Все Они здесь все Сгрузились Без подстилки Просто на пластике На этом Нет, вы посмотрите Снайпер просто Огребанный Дети Они страшно Это любят Все Сами дети И любят Когда дети С ними Блин А надо же О, Маша 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 Крэйзи фэмили Сходила? Маша говорит Смелый Горазил Вести ребенка Горяна Я не только смела Просто Ей нужно ребенок Чтобы он от меня Аферах Отстала Никогда Надо решить Все проблемы Лиза реально Любит Заботиться Если я правильно Обучила биологию Мне сначала нужен муж А не ребенок Биология Ты тут при чем? Ну ладно Так, садитесь Кушайте Ты все сходила? Маша Ходила к зубному Все хорошо? Ну хорошо Грейт Ну что, котлеты Жарять будем? Или нет Еще пока? Мои Ёки Вкусно? Да? Ну хорошо С курицей лучше Или вот так? Я из курицы помыла Она горячая Это не курица? Это мясо? Какое? Ой, ну блин Вот не скажи Ты бы даже не заметила Что это не курица А я сходи заметила Внешне Он выглядел странно Это как Так, ты как папа Это не курица Да, это не курица Маша, как твой дентист? Я все нормально Ты руки помыла? Алло Я, говорит, ничего не трогала У тебя полдня не было Я, говорит, ничего не трогала Мои зайки Мои халюси Давай, Лизух, тебе одного дадим В Майами Зачем? У меня есть собака Хочешь двоих Ты забыла? У меня есть собака Да, да, да Лиза в гневе Лиза как поживет с животными Каждый раз Да никогда Да никогда Больше вообще Ой, такие зайки Вы что в одну кучу-то сели Как эти Как морозы Друг от друга Греетесь Что, Милаха, будем кормить? Вон, как выми нагуляла Ладно, приятно Вкусно? Мясо Вкусно? Мясо попробовала? Нет еще? И ты еще не попробовала А что, говорите, вкусно? Рис Холод Холод, видите, у нас какой холодный Снаружи холодный Дома Ну, дома вообще Так же, как на улице А что у нас? Свинина А? Свинина филе Ой, вкусно Вкусно, правда? Лиза Ну, курица не нравится Вкусно Очень суховатая Курица? Суховатая, да? Ну, свинина нормальная Но если ты не любишь Такой сухой Можно вообще с бараниной Тогда будет прям Тогда будет вообще Такой прям настоящий Узбекский плов Ладно, приятного Вы сейчас куда намылились-то? Лаша Ты моя девочка Наел Сейчас пойдем кормить Милаша Детей кормить Маш, ну ты бы еще это В стеклянных штанах В таких, конечно, холодных Они накаляются, мне кажется, еще больше И Лиза тоже самое В куртке В кужине Так, мы снова гадим Мы снова гадим Отлично Молодцы Только я убрала все Не хватительно Маш Так же просто у детей Нельзя, как они живут вечно Лиза такая говорит По крайней мере, по моим рамкам Они меня переживут А сколько, говорит, ей осталось Сколько, говорит, собаки живут Сколько, говорит, ей осталось Мне правда реально интересно Ну типа ты уже выйдешь Я выпущусь из школы Из доброго Я выпущусь из этого Когда я уже получу дегри Ты получишь дегри Вторую можешь получать дегри Да вы уже будете замужем С детьми успокоиться Нет, она еще будет Я заканчиваю университет Нет, ну, типа Сколько, говорит, ей осталось Ужасная, Лиза Маш, она будет жить, когда ты закончишь университет Что ты несешь, так? Конечно, будет Ну, я ее говорила Я уже могу быть Будешь замуж У тебя уже детьми будет Естественно А вы как-то рассчитали все это по годам? Маша, я же сказала Мы с тобой вообще должны выйти в один год замуж Я такая, почему? А ну, прикольно Маша, ну, это прикольно Как война небес Ты там весной, я зимой выйду Такая, здорово Прикольно Я все эти вещи не планировала, не знаю Ну, только она в Италии собирается Ну, смотри Я когда-нибудь Ну, смотри Не, если мы говорим о Нью-Йорк-плазе Как в фильме Война небес Я о Нью-Йорк хочу Вот это прикольно В плазе, типа, вот это прикольно Зашибись А жить вы после свадьбы На что будете, если вы все Бухаете в свои свадьбы? Ну, слушай Я стараюсь один раз выйти Я стараюсь один раз выйти Ты всего даете? Вот интересно У меня не было планов Ну, подожди Ты сыграла большую свадьбу Нет, это нам родители сделали Хорошо Но мне не будут родители играть в свадьбу Поэтому я просто Я поэтому и спрашиваю А на какие, простите, шиши Вы собрались потом? Ну, окей Бухаете в свадьбу А дальше Что вы будете делать? Подожди, я говорю о свадьбе Потому что это событие Вот это как рождение ребенка Ну, нет, хорошо Детей-то может еще несколько завести А свадьба-то реально одна На всю жизнь Ну, не знаю Я так не думала, например Когда замуж выходила Я как-то так на чиле вышла Нет, а мы с папой вдвоем Об этом думали, кстати Это вообще никак Никак никого не обидит То, что я сейчас говорю И мы и папа рассуждали Очень просто Я стараюсь к этому относиться Но, блин, я тоже не хочу Всю жизнь потом думать Типа, блин, а что если вы Я же, ну нет, типа с вами Не знаю, мы как-то Что я, что папа Типа, давай, давай Ну, если что Ну, господи, не пойдет Разведемся Ну, боже мой Мы так думали Даже когда вы у нас были Ну, типа разведемся, господи Ну, понятно, что мы не будем Типа несчастливы с этими оставаться Нет, смотри Если нам сделают предложение Это же не значит Что мы сразу там Через две недели Или через месяц Не, ну, здесь обычно нет По Америке в основном По Америке в основном Ну, это все-таки зависит еще Полгода, наверное Они ждут не потому, что они не готовы А потому, что как раз Со скоплением На свадьбу Это все Знакомство со всеми родственниками Потому что все говорят В Америке так долго житься Это не в этом дело Не потому, что они не хотят А потому, что все готовы Подготовка Подготовка Я просто говорю то, что в Америке Вообще, в принципе, они бы ждать Не потому, что они не готовы А потому, что подготовка Окей, а если не будет свадьбы Если просто люди расписались Тогда же не обязательно ждать Они могут пойти Сразу расписаться Я выросла на фильме Там, вон, а есть Я сюда Ну, фильмы, это фильмы, Лиз Ну, мама Я когда девочка Мне кажется Ну, не, не говорю Слушай, ну, я бы тогда должна была По советским фильмам замуж выходить Ты тоже вообще не по сценарию У каждой девочки Кажется Какая-то есть своя мечта У Катя быть на сцене Наверное, я особенная была девочка У меня такой мечты не была У Кати быть на сцене А я всегда Ну, не знаю Мне просто прикольно Особенно Господи, у Кати 7 лет В 7 лет в 7 мечтаю Я положила вообще Что такое down payment? Маш, это платеж Это Депозит для щенков Да, да Да, да Ну, down payment Это вообще Использовалась Это не депозит А зачем тебе такая Ну, как предоплата Ну, в общем, смотри Я положила крест На большой, яркой свадьбе Когда я поняла Что в России Ну, блин Я же не смогу Плать какую-то в Нью-Йорке А из-за того, что я уже оказалась здесь Ситуация улучшается Уже это более Все недалеко Уже не ситуация, пацаны Возможности, а 20 Ну, подожди Это же надо будет обсуждать Что со своим женихом Будущим мужем Что такое Это обсуждает свадьбу Свадьбу Естественно, я буду обсуждать Это женихом То есть Лиза обсуждает Свою собственную свадьбу Еще в будущем Не знакома Со своим женихом Будущим А у меня У меня почему-то Внутренние ощущения Что Ты думаешь, я уже человек Ты вообще собиралась выйти замуж за Кайфроны Переехать в Америку Он тебе в дедушке годится Он сейчас очень не очень Слушайте, у Зака и Фрона Не надо никого осуждать Ни звезд, никого У него там были свои причины У него были там проблемы В общем Там вынуждено было Все сделано Как и у каждого человека Что-то вынуждено Моей возрастной категории Я немножко хочу Да он тебе в дедушке годится Ну, в общем Ну, в общем У меня, в общем, ощущение Внутрие Что я буду замужить Как раз за мужчину Который, наоборот Бывает такое, знаешь, типа Ну, ты решай, я плачу Вот мне с таким, кажется Легче будет Который, ну ты решай Ты реши Я просто обходу Как папа Папа, вообще, понимаешь Какой мама дизайн здесь выберет Ну, выбери Главное, чтобы не какой-то Охрененный ценник Но папа в основном Говорит маме Ну, я выберу Ну, ты Мама, здесь ты жила Собака Я тебе скажу Я вчера монтировала Я же монтирую Вот это новогоднее видео Я, короче, монтирую Вчера Я ухохоталась Вообще Я, смотри, смотри Можно просто рубрику сделать Да ладно Нормально Начинался день Да это не жизнь Да я бы никогда Да И, знаете, вот это вот Как только ты произносишь Вот эти вот фразы Вот сам слышит Как будто сам Всевышний Это слышит И он тебе все это И у нас реально У папы Каждое утро начинается Теперь Не просто с собочкой Кошек А просто Лопатой выгребаем С пяти утра Начиная Так что я вчера Ухохоталась Вот уж точно Ааааа народ Брызь Аааа Они видят уже Да, конечно А почему Она На две недели У-у-у За две недели За свадьбу Да, мы через три недели Подали заявление Не-не-не Не свадьба Не свадьба Мы подали заявление Свадьбу Eagle Мне ждали полтора месяца Ну все равно Это мало Это Это мы бы не ждали Это ЗАГС Говорит Что есть Свободная дата Такая Это И мы выбираем Нам дали Двадцать седьмое Июля И первое Августа Мы взяли девочка у вас смотрите у вас не будет как у меня как у кого-то в кино фильме у подружек у вас будет по-другому вообще вообще даже не по не придумывайте себе какую-то схему все равно будет по-другому это кто написала сидит в луже они пописают и лягут там же смотри 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 я повесила эту они как молочко ищут там так ладно кормить их надо сейчас я их покормлю и кинуем игрушки наконец-то будем играть игрушками аллилуйя тот день настал да бедные тут нету молочка не надо тут ничего искать господи балбесы это просто чистое место ваше малыш не моя так все обед так дети запускаем детей да да вон туда вон туда там уже чисто вон туда так играют а вторая пятерка ест с мамой да да чуть-чуть ладно чем эта пятерка играть вторая пятерка ест и так по очереди это пятерка ест мама покорь подожди милаш не это не собирайся пока подожди еще следующая пятерочка поезд а потом мы тебя отпустим осторожно вечерние игры всех детей и у животных и у человеческих и у нас вечер дети уже спят папа тут дискается с собакой со своей любимицей тискается тут коте вокруг я не знаю я говорю пометила одеяло моё папа говорит нет не пометила это дело такое пометить надо ой-ой-ой мама мама рядом мама рядом так пошли покормим их во все давай кормить их надо все пойдем все у нас вечерняя кормежка друзья всем пока пока и как всегда до завтра все пойдем все давай маши пойдем а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон